Где во Франции запретят мобильные, почему американцам не хватает ёлок и чем уругвайские деликатесы отличаются от африканских? Об этом и не только в нашем обзоре. Телефоном нет. В следующем учебном году французским школьникам запретят брать с собой мобильные. На уроках ими уже нельзя пользоваться. Теперь хотят отвлечь учеников от смартфонов и на переменах. Так в правительстве надеются вернуть детей на спортивные площадки. Охота за ёлками. Американцы спешат купить живое рождественское дерево, ведь на всех может не хватить. Когда в 2008-м грянул кризис, многие фермы по выращиванию ёлок закрылись. А чтобы дерево выросло, нужно 8 лет. Поэтому сейчас и оказалось, что зелёных красавиц маловато. Средняя цена кусается. 80 долларов – это вдвое дороже, чем до кризиса. Уступать место в транспорте женщинам в положении. Учат в Японии. Для этого запустили мобильное приложение. Раньше беременные носили на одежде специальные значки. Теперь же им достаточно указать свою геолокацию. И пассажиры метро или автобуса получат сообщение с просьбой уступить место. В Японии низкая рождаемость. Поэтому страна заботится о будущих мамах. Праздник живота. Уругвайские кулинары нажарили 10 тонн мяса. И уже во второй раз попали в книгу рекордов Гиннеса. Чтобы приготовить самое большое в мире барбекю, 200 человек трудились почти сутки. Их цель – насолить аргентинцам. Ведь те побили предыдущий уругвайский рекорд в 2011-м. Обе страны – мировые лидеры по производству мяса. А вот в Центральной Африканской Республике кушанье поскромнее. Любимый деликатес здесь – саранча. На местных рынках такого продукта полно. Главное – он дешевле обычного мяса. И готовить легко. Отрезать крылья и лапки, хорошенько промыть, жарить 5 минут и можно подавать. Но медики предупреждают – в такой пище могут оставаться следы средств от насекомых. Субтитры создавал DimaTorzok